Последние приготовления перед вылетом. Экипаж готов к выполнению задания. В авиадивизии особого назначения проходят летно-тактические учения. По плану выполняются спасательные эвакуационные работы с режимом весения над сушей. По легенде учений необходимо эвакуировать личный состав сил специальных операций с режимом весения в данном квадрате после выполнения боевой задачи в тылу врага. Экипаж готов к выполнению поставленной задачи на высшем уровне. И в этом мы могли убедиться не раз. Все они пример профессионализма, выдержки, мужества. Экипаж оперативно выполняет поставленную задачу, эвакуирует бойца. Конечно, это учение, но сценарий максимально реалистичный. После выполнения задачи мы выдвинулись в зону эвакуации. Нас эвакуировали вертолетом. Задача выполнена в полном объеме. Пострадавших и погибших нет. Сложности в эвакуации могут заключаться в том, что большие порывы ветра, нестабильное висение вертолета, какие-то технические неисправности, также наличие пострадавших, погибших. Итак, задача выполнена. Научения продолжаются. Следующий этап – высадка парашютной группы. Выполняются учебно-тренировочные прыжки. Отрабатывается действие групп. Поиск и эвакуация личного состава. Парашютная система специального назначения «Стайр». Парашютная система специального назначения «Арбалет-1», «Арбалет-2». Данные парашютные системы позволяют эффективно выполнять задачи, которые стоят перед группами поиска и спасания во всех географических широтах со всех высот. В диапазоне от 300 метров до 10 километров. От действия поисково-спасательных групп зависят жизни людей. Данные системы обеспечивают выполнение всех возложенных задач. Обеспечивают доставку состава в труднодоступные места. И не только на открытую местность, но и, например, лесной массив. И так в районе десантирования проходит высадка групп. С собой имеется все необходимое для поисково-спасательных работ. Считанные минуты в воздухе – это уникальные кадры учений. Видно, насколько действия военнослужащих четкие и отлаженные. Здесь все работают как единый механизм. Экипаж, боевая машина и парашютисты-испытатели. Параллельно учения проходят и в авиационном полку. Перед эскадрильями стоит задача вывода из-под удара авиационной техники. Также экипажи отрабатывают вопросы по РХБЗ. Выводы с поляра оценка – отлично. Экипажи самолетов, возвращающихся на аэродром, отработали вопросы РХБЗ на оценку – хорошо. Их работа трудная и опасная. Военнослужащим часто приходится идти на риск, и они готовы к трудностям и внештатным ситуациям. Поддержка морального и боевого духа крайне важна. А так в авиадивизии состоялся показ патриотического фильма, а также концерт с целью формирования боевого порыва. После боя сердце просит музыки вдвойне. На этой ноте летно-тактические учения были завершены. Экипажи выполнили поставленные задачи в полном объеме. Командованием была поставлена оценка – отлично. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.